Снова начались активные действия со стороны Беркутовцев. Сразу получается ответ со стороны Майдановцев, а только Беркут начинает делать что-то. Здесь сразу летят камни, адекватная реакция отсюда. Ребята со спильной ТВ пишите мне, пожалуйста, в час. Мне очень сложно читать, брать телефон. Червоноградская сотня напротив КМДА. Просим опетите. За Одессой выехали 4 автобуса Тетушек. Ну, все нам не страшно. Выехали 8 автобусов за ними наши. Не выходит на звездок Шевчук Григорий Володимирович. Видите, ребята держат оборону. Ну, а Беркутов сейчас стоит на самом месте, в котором стоял вчера. У палатки на ТВ. Можете попросить, чтобы видеть, что у нас звездок. Друзья, кто знает Шевчука Григория Володимировича, Кайков Володкова наберет своего брата. Он его сейчас шукает. Также не пить столи. Дошукаемся. У вас расшукает ваша сотня. Я так понимаю, это сотника. Так, Медведь Толик сотника расшукает біля біної палатки. Добавки, если кто знает Медведь Толик, Анатолия, передайте ему, что ее расшукают. Ей чекают біля білого номера. Друзья, я зараз запрошую Шевчука Григория. Хочу ответить по поводу помещения. Мне пишут, какое нам нужно помещение. Возле Майдана нам нужно помещение, чтобы там был хороший интернет. Потому что, если будет хороший интернет, мы сможем, во-первых, хорошо монтировать и делать прямые трансляции. Сейчас нам будет намного удобнее, потому что у нас рвется интернет. Мы не можем адекватно и качественно показать вам картинку. А сильно хочется, более того, поймите, это очень важно для Европы сейчас. Потому что спильный ТВ видят очень многие европейцы и диаспора, которые влияют на принятие решений. К сожалению, другие каналы блокируются с Украины. Поэтому я знаю точно, что в Германии показывают только спильный ТВ. Ни экспресса, ни громадского, ни пятого, ни двадцать четвертого. Вообще ни одного канала нет. Поэтому у нас есть переводчики. Если есть еще желающие переводчики помочь нам и рассказать все, что здесь происходит на разных языках, пожалуйста, обращайтесь на спильный ТВ, пишите на почту, там есть телефоны. Обращайтесь, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь, чтобы европейцы наконец-то узнали, что здесь происходит. Нужно это объяснить на понятном для них языке. Время от времени здесь активизируется Беркут и, конечно же, получает сразу же ответку со стороны повстанцев. Я бы называла это сейчас именно так. Это уже не просто митингующие. На самом деле люди хотели митинговать. Лично я шла в Верховный совет, меня не пускали на мирную демонстрацию. Видите, где написано, в каком документе, где в Конституции написано, что мы не имеем права на демонстрацию. Как только мирный вариант был невозможен, потому что на него никто не реагировал. Более того, его даже не давали возможности реализовать. Начались силовые действия. Сначала два месяца ни одна машина не сгорела. Было все мирно. Люди танцевали, пели песни и просили прислушаться к их просьбам. Но, к сожалению, на мирную демонстрацию власть Украины не реагирует. Власть, которая очень сильно завязана сейчас с криминалитетом, реагирует только на силу. И люди, которые никогда в жизни не воевали, люди, которых нету таких навыков. Посмотрите, все как один мужчина начали защищать Киев. Выдеваем, мы должны пусть. У нас сегодня пулы, спуске вкладки и право на самоопределение. Таковая поддержка Киев. Упределы моего права на самоопределение.